Пятилетняя Таня Борисова нуждается в срочном лечении. У девочки редкое врожденное заболевание – тирозенемия. Болезнь опасна своими осложнениями – это царус печени, варикозное расширение вен и хрупкость костей. Лечение очень дорогостоящее. На такие лекарства в семье Борисовых денег нет. Лечение поможет Тане дожить до трансплантации печени. Это является единственным шансом на спасение. То, что ребенок прожил с такой болезнью пять лет, медики считают чудом и надеются на еще одно чудо – помощь неравнодушных. Как известно, чудеса приходят под Новый год. И, может быть, именно этот год станет для Тани отсчетом новых лет здоровой жизни. В глаза маленького человека, который отчаянно хочет жить, взглянула Ольга Морская. Пятилетняя Таня с виду обычная девочка. Возится с игрушками, листает книжки. Вот только очень бледно и совсем не улыбается. Цирроз печени, варикозное расширение вен, в том числе и пищевода, с высоким риском кровотечения – не детский букет болезней. Все они – следствие тяжелого и редкого заболевания – тирозенемия. Заболевание, наследственное заболевание, которое фатальное по своей природе, если его не лечить, оно заканчивается летальностью до взрослого возраста. Ребенку нужна была бы трансплантация печени, если бы был подходящий донор. К сожалению, сейчас донора подходящего нет. Стать донором печени для девочки могут лишь ее близкие родственники, а для этого ее маме Алене, по словам врачей, нужно похудеть на 30-40 килограммов, пока женщине это не удается. В том, что с малышкой не все в порядке, врачи обнаружили 4 года назад, когда ребенку не было и года. Нужно отдать должное специалистам ДРКБ, они смогли быстро и точно поставить верный диагноз. А в таких случаях это удается не всегда. И отправили семью в Москву, там девочка успешно прошла первый курс лечения. Лечение дорогое, в год около 8 миллионов рублей. Это специальный препарат, подходящий для лечения редкой болезни. Также Таня нуждается в лечебном питании, которое восполняет дефицит витаминов и микроэлементов в маленьком организме. Девочка держит безбелковую диету. Альтернатив нет. Этот препарат, он единственный не только в России, в мире. Нет аналогов, нет дженериков, нет препаратов. И без него тоже обойтись нельзя. Пациентов с тирозинемией в России не больше 20. Все они на особом контроле у медиков. За судьбой Тани Борисовой следят татарстанские врачи. Регулярно навещают и осматривают. Заботятся и московские специалисты. Проверяют здоровье девочки, проводят беседы с ее родителями. Я не работаю, только муж у меня работает. Нам не хватает на лекарства, сколько требуется. Надеемся, что люди услышат нас, поможут нам. Специально для оказания помощи Тани Борисовой благотворительный фонд «Ярдем» открыл счет. Все полученные средства будут направлены строго на лечение девочки. Если вы желаете помочь Тане, звоните по телефону, который вы сейчас видите на экране. Все реквизиты указаны на нашем сайте.